не важно идет работа это наш видеоотчет о том что мы работаем но это уборка мусора который накидали сами же горожане поросята но как бы показывать надо что делать не нас в кому-то убирать приходится ну вот вроде и работаем немного а деревьев все меньше 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 все как-то в кучке складывается потихонечку и уже такого беспорядка как был уже нет так ну вы как тут не думаете что я только бегу как шайбику снимаю я работаю на наравне со всеми вот работа и только в некоторые моменты делаю некоторые кадры снова заработать такая ситуация вот советскому человеку только дай возможность поработать добровольно для общественной пользы он сразу придет и будет работать а все говорят ленивые русские ленивые как же у него сколько людей пришло только только скажите что надо поработать советские люди тут же приходится работать я но отчет это мы делаем каждый день что какая работа идет тебя кто-то заставляет работать это все-таки сознательно добровольно как бы кто-то не заставляет вас работать мучает мне но мы это правильно здесь только совесть да вот товарищи вывозят уже дрова правильно делаю давайте давайте выводите да я желаю пару слов скажите по по поводу нашего безобразия они уже говорили ну как кто-нибудь на пустое приветствие хорошее дело делается как говорится эта курсинка должна просветать ну вот отечеется исторический центр ну да всего хорошего всего наилучшего спасибо вам тоже что пришли поддержать а а а Играет музыка. Ну вот, неплохо поработали четвертый день. Все вместе. Советские коммунисты, националисты, империалисты. Коммунисты для красоты? Да. Ну вот так, чтобы забирали. Оказывается, все вместе можно работать. На общее благо. Вот сколько сделали. А вы что скажете нам по поводу происходящего безобразия? Что вы скажете по поводу происходящего безобразия? Ну, молодцы, спасибо. Здравствуйте. Пару слов скажите по поводу происходящего безобразия. Что тебе не понравилось? Нет, мы работаем. Почему мне не понравилось? Наоборот хорошо. Вот. А потом еще три к дереву. Тоже будем делать. Это погибшие. Там три погибших. Но вот по тем деревьям нужно разрешение сначала по этот. Мы их сняли. И чтобы фотографии и... А мы это самое, там заявку давали. Нам все обещают. А сейчас они все свалили на фонд, сказали, что это все не относится к городу. Теперь это относится к парку. И вот как бы Елена Олеговна взялась. Пускай как бы разбирается. Вот эти деревья, которые в доме стоят, их сначала нужно все снять. Мы часть деревьев сняли. Дальше получить разрешение, потому что они все геоповские. То есть все деревья здесь крупные, все геоповские, все исторические. И нужно получить разрешение на их спил и замену. И внести в проект, что и чем будет заменяться. А здесь что планируется? Здесь планируется всю площадку спланировать, высадить новые дубы вот здесь. Отсюда начнется вся аллея полностью закрывать всю дорогу. И будет детская площадка здесь еще. Шквер будет оформляться, и детская площадка. А вот смотри, грунт когда поднимут, выровняют, да? Это все пойдет, вода все пойдет. Ну надо думать, я думаю, что будут делать проекты. Это же не делается без проекта. То есть будет проект... У них на первом этаже во всех полы погнили. Ну здесь еще раз говорю, вот Елена Олеговна здесь живет, да? Сразу берете и говорите, что нужно вложить в проект. Чтобы она учла, и проекты конструкции вот этой площадки включал себе все гидротехнические работы, гидроизоляционные работы. Потому что, ну, наверное, там можно траншеи вырвать там дальше. Можно вообще здесь пруд вырвать. Я не знаю. Как они решат? Наша задача, чтобы что-то двинулось с места, чтобы работа пошла. Зря я там маленький дирекса сажал. Ну, во-первых, нельзя, их можно взять и пересадить. Нет, там это слива, вишня. Почему? Ну можно пересадить. Не обязательно это все как бы губить. Зачем же губить-то? Нет, вы просто приходите и скажите, что вот это нужно пересадить. Прикинем, посмотрим, куда пересадить. Никакой проблемы нет здесь. То есть здесь это совсем не нужно превращать в то, что как бы бесполезную работу. Просто приходите, человек живет в вашем доме, да? Пришли сказать, Ленина Галевина, вот видите, вот веточки повязали. Это на то, что удалять нельзя, это на то, что она повесила на дубы. Эти дубы пойдут на рассаду по парку. То есть, потому что они здесь скучно растут, как бы порость. Все это пойдет по парку. То же самое здесь, взяли, повесили. Взяли и сказали, Ленина Галевина, мы это пересадим, или давайте впишем в этот сквер, чтобы это было. Никакой проблемы. Он человек контактный, человек очень так отзывчивый. Я не вижу здесь никакой проблемы. Не, как хорошо, почти уже ничего не осталось так. А сначала так все было дико, что думаешь, ну не хватит же никаких сил это все убрать. А сейчас же потихонечку осталось немного. Меня, меня не надо, главное. А вас никто не снимает? Ну, слава богу. Ага, пила стоит. Пила стоит. Пила свернули. Ай. Пила свернули. Пила свернули. Продолжение следует...